Так, всем привет! И сегодня хотелось бы поговорить о таком спортсмене, которого зовут Николай Кулешов. О нем уже снимали видео на железном рейтинге, и это уже не первое видео, которое о нем снимают. И этот ответ утверждает, что он натурал, то есть не принимает никакой химии, ну, химии в кавычках, так, блин, вообще. Это слово такое уже, как бы, очень приелось и затасканное вообще, ну, короче, это ладно. Вот, что он вообще не принимает никаких анаболических стероидов, будем называть вещи своими, именно. Он утверждает, что он не принимал, сдал, значит, анализы, и анализы у него показали 19 моль, кажется, да, на миллилитр там вроде бы. Вот, в принципе, это нормальный показатель, средний. А сколько ему лет, я не помню, кстати, по-моему, 25 или 27, может быть, 28, ну, что-то в этом роде. И для этого возраста это нормальный уровень тестостерона. Если бы он был моложе, ему лет 20 там было, или сколько там, уровень гормонов был бы у него выше. Потому что в этом возрасте, там, да, гормональные всплески, то есть, так далее, там, подобное, созревание такое, там, когда гормональный фон скачет. Да и вообще, в период с 14 лет до 25, в этот промежуток времени уровень тестостерона, кстати, самый высокий. Потом он начинает снижаться. Он снижается до определенной отметки, нормализуется, и, в общем, в течение всей жизни более или менее держится на одной отметке. Но с возрастом все же он падает. Это уже давно доказано. Так вот, возвращаясь к Кулешову, говорить, что он на стероидах, ну, честно сказать, я могу поверить, что он натурал. Я даже верю, что он натурал, потому что, в принципе, в его форме ничего особенного такого нет. Он не огромный, он не обладает огромными руками, ножищами, там, обычная спортивная фигура. Я в 17 лет свои тоже так выглядел, и я вообще ничего не понимал. Я даже не знал, что такое спортивное питание, витаминов никаких принимал опечник, вообще ничего. То есть, тупо домашнее питание, порчь, там, гречка, такое, ну, я вообще даже за питанием сидел. Я, когда в первый раз выступил по бодибилдингу, я даже не знал, что надо воду сливать. Я пил и ел, как обычно, приехал, и мне говорят, чувак, а ты что там, этот, готовился как-то, да, там, круто этот самый? Да нет, говорю, ел, все, воду сливал. Я говорю, не сливал воду, ничего себе. Вот, при этом у меня были там вены такие огромные на руках, то есть, вообще, у меня руки были очень большие и самые сухие в моем теле. Да, у меня были маленькие ноги, потому что их нихрена не качал. Но, собственно, делал неплохую форму. И, кстати, вот фоточка моя, когда я, значит, у 17 лет, вот, можно посмотреть. И, собственно, я верю Кулешову, что он натурал, потому что ничего выдающегося, как я уже сказал, в его теле нет. Он не огромный, не супермассивный. Обычная форма для обычного человека. Если для вас это супер какая форма, то, знаете, вы просто дрыщ. Вот и все. Поэтому вам кажется, что он такой огромный, какой-то большой и тому подобное. То есть, мне он лично большим каким-то не кажется. Вот. Единственное, что у него, да, он высокий. Вот. И в меру своего роста, и вес у него тоже больше. Ведь логично, правильно? Ну, и, соответственно, по форму, по его росту, как бы, кондиция, соотношение с ростом и с весом, в принципе, вот такая вот у него. Нормально. Вот. Поэтому сказать, что он там гипертрофирован, он не гипертрофирован. То есть, обычная спортивная форма. Поэтому я лично думаю, что он ничего там не употребляет. Может быть, пьет какие-то добавочки, там, еще что-нибудь. Но это, в принципе, как бы, сейчас это делают все. Да и только сейчас, и раньше это все делали. Вот. Какие-то витамины употребляли и так далее и тому подобное. Но это, собственно, это же не АЭС, верно? Ну, я имею в виду анаболический стероид. Вот. Поэтому я верю ему, что он делает натуральную форму, сушится в натуральную и ничего не употребляет. Ну, спортивное питание, это, как бы, сейчас это закон, это святое. Спортивное питание, ничего там плохого в этом нет. Сейчас уже все знают, что спортивное питание делают из обычного сырья, то есть из пищевых концентратов. Это, ну, по сути, это еда. Еда, которую запихали нам в банки и продают нам. Ну, конечно же, сухое же молоко ты сам же не сделаешь, верно? Поэтому его лучше купить, чем сидеть и самому с этим долбаться. Вот. Ну, это я уже, как бы, перескакиваю с темы на тему. Вот. Разбирать анализы я не буду. Ну, это настолько тупо вообще. Я не врач, чтобы разбирать анализы и судить там. Дело в том, что там были несколько врачей в видео на железном рейтинге, которые разбирали анализы. И они тоже сказали, что он, собственно, ну, там все в порядке. Может быть, я допускаю такую возможность, что он когда-то что-то подкидывал, но молчит об этом. Но этого мы не знаем. Поэтому утверждать наверняка мы не можем. Также, допустим, на полиграфе, как он там говорил, его типа проверяют на детектере лжи там или что он там такое. Ну, тоже, мне кажется, полиграф, двоякая ситуация, потому что даже если человек чего-то не делал, если он очень сильно боится и переживает, прям вот так, в принципе, по Кулешову было видно. Хотя даже полиграф не использовали, он прям сидит с такими глазами испуганный, бедняга там. Поход к врачу для него был чем-то таким очень стрессовым. Но на полиграфе можно, в принципе, ошибочно просто показать какие-то негативные результаты. Поэтому это не есть показатель. Другое дело, там даже в голову шмышь залезть тоже пока не можем, допустим, уровень технологии еще не то, чтобы прочитать мысли человека. Вот когда изобретуешь что-нибудь, что вот залез в голову, прочитали и нашли там воспоминания о чем-то, да, там, вот, ага, падла, принимал, хорошо. Вот, и тогда да. Ну, а так, собственно, я не вижу, за что его ругать, ругать его, в принципе, не за что. Ну, не принимает чувак, ну, что-то такого, как по мне, ну, молодец. Хвалить за что-то там, этот самый, ну, это его выбор, принимать или нет. Даже если бы он что-то принимал, мне было бы абсолютно пофигу. Ну, так как вам не пофигу, поэтому я записываю это видео. Так что вот такое вот мое, скажем так, личное мнение. Он не принимал ничего, как по мне. Вот так вот. Пока. Продолжение следует...